Что, действительно испугался? Расслабься, с моей всё в порядке. Слава богу. Но здесь она больше не живёт. А где она? Уехала. Как? Куда? Она же беременная. А вот это, Алик, уже лишний вопрос. Я тебе сказал, достаточно. До свидания. Нет, не до свидания. Я имею право знать. Она беременная, и отец ребёнка я. А вот это значение не имеет. И прав ты тоже никаких не имеешь. Как это я не имею? Да тебе в любом суде скажут, что права у меня самые, что ни на есть законные. Ты, сволочь, сам настаивал на аборте. Ты не хотел этого ребёнка. А теперь что, спохватился? О правах своих заговорил? Я просто поговорить с ней хочу. А меня меньше всего волнует, что ты хочешь. Так что вали отсюда. И забудь про Майю. Я забуду. Но только после того, как встречу с ней и поговорю. Я тебе сказал, обойдёшься. Полюбил другую? Топай к ней. Да, вот в этом всё и дело, что я полюбил другую. Не понял. Мы с Майей официально расписаны. И теперь я должен так же официально получить у неё развод. Понятно. Свобода тебе, значит, нужна. Официальное подтверждение моего статуса. Статуса? Да развестись с такой гнидой, как ты, это и для Майи будет полезно. Ну вот я и пришёл. Чтоб по-хорошему. Твоё счастье, что я дал Майе слово тебя пальцем не трогать. А то бы счастье получил по полной. Ставрос, да ладно тебе. Просто помоги нам развестись. А вот для этого Майи совсем не обязательно с тобой встречаться и смотреть на твою лживую физиономию. А как же иначе? Очень просто. Подавай заявление в ЗАГС, они пришлют уведомление на наш адрес. Я передам его Майе. Так может, я сам передам? Сделаешь, как я сказал. Я уверен, Майя с огромным удовольствием даст тебе согласие на ваш развод. А зачем так сложно? Скажи мне, где она? Мы пойдём разведёмся. И короче будет, и уж наверняка. Да никуда вы не пойдёте, Майя в Греции. Более точного адреса ты от меня не получишь.